Приветствую вас! Очередная передача Нота Бене. Сегодня мы будем говорить в основном о Молдове, хотя видеоряд будет не из Молдовы. Мы сегодня поговорим об угрозе путинизма для Молдовы и о необходимости депутинизации Молдовы. Потому что действительно, на мой взгляд, путинизм является очень серьезной угрозой для развития нашей страны. Сегодня Путин проводит мобилизацию прошлого для войны с настоящим и будущим. И поэтому против Путина объединилось все цивилизованное человечество. Вы помните, что в Организации Объединенных Наций Путина поддержали только четыре страны. И то страны такие, сателлиты Путина, Беларусь, Венесуэла, Северная Корея, ну это вообще как бы особая страна, и Эритрея. А и больше никто не проголосовал против резолюции ООН, которая осуждает войну, которую Путин развязал в Украине. И надо сказать, что эта война проходит через Молдову. И многие, к сожалению, не понимают этого, особенно те, которые заражены путинизмом. Я хочу вам привести несколько исторических примеров. Ну, может быть, я злопотребляю, я историк, и меня все время тянет с чем-то сравнить. Вы помните начало Второй мировой войны в Великобритании? Она воевала с Гитлером с 1939 года, когда Советский Союз еще не воевал, и более того, вместе с Гитлером Сталин расчленял Польшу. И когда Гитлер начал войну против Советского Союза, он очень хотел договориться с Великобританией. Он предлагал мир. Туда посылались различные люди, послы, посредники, которые предлагали Черчиллю, что, слушайте, давайте договоримся. Ну, что вам там за Советский Союз сражаться? Там же не демократическая страна. И, в принципе, Великобритания, которая уже находилась под бомбежками Гитлера, она могла пойти на этот мир. Но Черчилль не пошел. Он не любил Советский Союз. Но он понимал, что сейчас фашизм — это угроза не только Советскому Союзу, это угроза человечеству. И я не понимаю, почему у нас многие не понимают, что путинизм и то, что он делает в Украине, — это угроза всему человечеству. И, кстати, вот Соловьев, недавно выступая, заявил, мы не остановимся на Украине, мы пойдем дальше. Ну, а то, что у Соловьева на языке, то, видимо, у кое-кого и на уме. Или другой пример приведу, Соединенные Штаты Америки, вообще далеко от Европы, что им эта война. Но они пришли на помощь и Великобритании, и Советскому Союзу. И оказали громаднейшую помощь, особенно Ленд-Лиз, а потом и вступили в войну. Те, кто скажет, а что там такое Ленд-Лиз, ради любопытства, поищите в интернете, это громадная помощь. И Сталин, когда закончилась война, на одном из приемов, выступил и сказал, что если бы не Соединенные Штаты Америки, если бы не эта помощь и союзников в целом Великобритании, мы бы войну никогда бы не выиграли. Тоже могли бы отсидеться, но тоже понимали страшную опасность, которая исходит от фашистов. Ну, еще приведу пример. Франция. Да, во Франции часто казались коллаборационистами, но генерал Деголь спас честь Франции. Хотя бы мог тоже там где-то спокойно, он был там министром обороны, если я не ошибаюсь, одно время. Мог спокойно отсидеться и война бы его не затронула. Но нет, он поднял знамя борьбы и боролся вместе с другими, я имею в виду с Великобританией, Соединенных Штатами Америки и другими странами мира против фашизма, ну и вместе с Советским Союзом. И помните полк Нормандия-Неман, где французские летчики с советскими летчиками сражались против фашизма. И сегодня перед каждым из нас стоит выбор, с кем мы. Я потом как бы чуть-чуть подробнее скажу на эту тему, но смысл как бы такой. Мы с демократическим миром против путинизма. Или мы вот этот фашистующий путинизм, который напал на мирную Украину, бомбардирует, ракетами расстреливает, артиллерии расстреливает мирные города. И вот я сейчас дальше буду говорить, и я хочу, чтобы постоянно показывали вот это то, что разрушено фашистами, путинистами в Украине. Вы смотрите, смотрите на это, особенно путинисты в Молдове. Я прошу вас, смотрите, потому что они могут дойти до нас. И если мы будем сопротивляться, мы безусловно будем сопротивляться, может случиться и с нашими городами такое. И я абсолютно уверен, что Путин сегодня это Гитлер-2, а путинизм это угроза для всего мира. И в том числе угроза для Молдовы. Причем даже страшнее, чем коррупция, чем проблемы в экономике, чем проблемы в социальной сфере. Потому что это заслон прогрессу, это возвращение в прошлое, из которого мы вышли. Да, тяжело мы выходим, но что-то начало уже появляться, какие-то ростки, бизнес потихонечку развивается, какие-то даже прорывы в сельском хозяйстве, что-то там в промышленности появились, в IT-технологиях мы чего-то достигли. Я повторяю, очень сложно, но все равно есть какое-то поступательное движение вперед. И вот я хочу сейчас поговорить о молдавских путинистах. Вы знаете, их, я повторяю, их может быть не так много, но они заметны, потому что это они в основном проявляют активность, особенно в русскоязычном сегменте. Я вот выделю несколько категорий, и о них хочу сказать пару слов. Это пропагандисты. Вначале они вообще открыто все поддерживали агрессию Путина, и буквально считали Днис, вот-вот будет разгромлено Харьков, Мариуполь, Киев будет взят. И чувствовалось по их постам, ну просто такая дикая радость. И они все ждали, что вот дойдут до Дистра, а может быть до Прута. И сейчас они избрали немножко другую тактику, но я абсолютно уверен, она согласовывается с Кремлем, с ФСБ, с другими соответствующими службами. Какая-то часть из них залегли на дно, но они не выступают против России, не поддерживают Украину. Они такую линию проводят. Но это не наша война. Ну пусть они там сражаются. У нас есть свои проблемы. Помните, я с чего начал? В Великобритании тоже могли так говорить, в Соединенных Штатах тоже могли. Ну это же не наша война. Ну пусть воюют там с Советским Союзом. У нас есть свои проблемы. Можно мир заключить с Германией, нормально жить. Вот эту тактику они тоже проводят. В закрытых, там где трудно определить, вот особенно в телеграм-каналах, они достаточно открыто поддерживают агрессию России и говорят, вот быстрее бы, быстрее бы там разгромить Украину, восхваляют успехи. Есть третья категория, которая говорит, ну как бы, может быть и та сторона не права, и та сторона не права, и оттуда фейки, и оттуда фейки. Вот они такие сидят, холодные, вроде бы разоблачают, но чаще бьют по Украине. Потому что понятно, они работают в той группе пропагандистов, которая финансируется с Кремля. Ну, во всяком случае, они проявляют активность, они не ушли с пропагандистского поля, и они, ну в принципе, работают на Кремль, каждый выполняя свои определенные задачи. Следующий момент, телеканалы. Ну, вы знаете, я уже говорил там про этого сумасшедшего Соловьева, который мы пойдем дальше Украины, мы труханем весь мир, и Киселев там, радиоактивный пепел и так далее, и тому подобное, и сумасшедшая эта мерзавка Симоньян, которые мы должны тут чуть ли не ввести режим чрезвычайного положения в России, всех, кто против войны, наказать и так далее. И вот эти телеканалы, которые в Молдове транслируют, я не знаю, сейчас не буду разбираться, можем мы по закону их запретить или нет, хотя парламент мог бы принять это решение. Но я обращаюсь к редакциям, там, ну, граждане Молдовы возглавляют. Это не российские телеканалы, это молдавские телеканалы, которые транслируют российский контент. Слушайте, вы что, не можете убрать этих мерзавцев? Вы что, не понимаете, что они делают? Они пропагандируют войну, открыто пропагандируют войну, они открыто пропагандируют геноцид. И вы не боитесь, что вам потом придется за это отвечать? Рукописи не говорят, поднимут архивы, посмотрят, что у вас было во время войны. Когда весь мир объединяется, весь демократический мир, и мы говорим, что мы идем в Европейский Союз, и что тут творится? Я не понимаю, как это может происходить, и как эти редакции могут спокойно работать. Следующие партии, вы обратите внимание, они как бы засунули язык в одно место, эти пророссийские партии. Ну, хоть скажите пару слов, что вы осуждаете войну, что это недопустимо, что там человеческие жертвы, разрушенные города, жилые дома, больницы, школы и так далее. Нет. Додон заявляет, ну, не так давно, ну, нам надо поехать в Москву договариваться по газу. С кем сейчас в Москве договариваться по газу? С Путиным в бункер, где там не пускают даже своих, или свои сидят там на расстоянии 30 метров от Путина. Что Додон хотел этим сказать? Когда сейчас весь мир ищет возможность, да, нам тяжело, и я, кстати, не могу сейчас осудить Санду, что мы не подключились к санкциям, потому что, на самом деле, мы не можем вред какой-то нанести России, это понятно. Ну, нет у нас таких санкционных возможностей, что вот Молдова вводит санкции, это ощущается в России. А Россия может просто отрезать нас от газа и тем самым нанести очень серьезный упор. Но это не значит, что Санду и другие должны молчать. Правящая партия, почему не говорить о том, что идет война, что идет агрессия, что гибнут мирные люди? Почему публично не поддержать Украину в этот момент? Делается что-то такое робкое, ну, вот, мы тут с беженцами занимаемся, и так далее. Я не думаю, что это позиция граждан, патриотов Молдовы. Ну, придет время, я думаю, и Санду зададут вопросы, особенно на следующих выборах, как она себя вела, как она себя позиционировала в это сложное время. И посмотрите, сколько у нас политиков, особенно вот то, что называется левый центр. И этот левый центр молчит. Нет такого, чтобы они выступили с какими-то заявлениями против войны, против агрессии России. Почему они молчат? Они что, не замечают? Они что, не видят? Вот эти разрушенные дома, больницы, школы, убитых детей. Вы знаете, я думал, ну, есть кадры вот с детьми, но я просто вас пожалел, потому что это страшно смотреть. Мы опубликовали одну статью на ава.мд, как убивают там детей. Ну, это страшно. И просто в данном случае в видео тут не хотелось это повторять. Но я не думаю, что политики должны молчать. Вот именно сейчас проверяется политическая зрелость каждого лидера партии, каждого депутата. И мне кажется, что многие этот экзамен не выдерживают. Поэтому я считаю, что вот путинизм, путинизм – это угроза национальной безопасности Молдовы. Если мы выбрали европейский вектор, если мы хотим идти вместе с демократическими странами, в том числе вместе с Украиной, мы должны как-то определиться, что делать с путинизмом. Его надо, ну, как Германия после войны, надо лечить эту беду. И, собственно, мир знает рецепты этого лечения. Ну, а если есть неизлечимые, то их надо отправить в Россию. Пусть они поживут там, посмотрят. И если вдруг им взбредет в голову выйти на одиночный даже пикет против чего-то голосовать, узнают, что такое Росгвардия. Там их очень быстро обработают. Потому что тут в Молдове они привыкли ко всему. Можно в любое время прийти к Дворцу Президента, к Дому Правительства, к Парламенту протестовать, и никто пальцем не тронет. Попробуй это сделать в России. Поэтому я думаю, что вот эта программа депутинизации, она должна очень широко внедряться в нашей стране. Конечно, лучше было бы начать сейчас. Но если кто-то не решается, тут власть, правящее большинство должны решиться, то это можно будет сделать после войны. Но обязательно нужно сделать. И вы знаете, я в заключении, по традиции надо сказать, вы там лайкайте, распространяйте. Особенно я раньше просил, в Россию распространяйте. Сейчас я хочу больше, чтобы по Молдове распространяли. Особенно, чтобы люди увидели вот эти кадры. Но в то же время мы идем, как бы, я уже вам говорил, мы идем по четырем направлениям. Ютуб, который мы осваиваем, но пока таких больших, грандиозных успехов там не добились. Хотя уже есть какие-то первичные успехи. Уже растет количество подписчиков, растет количество просмотров. И набирается достаточно много за то время, сколько мы уже в эфире, ну где-то полгода мы работаем, даже больше. На Фейсбуке тоже распространяется наш контент через сайт ava.md, там через социальные группы. И в принципе, вот мы где-то примерно подсчитываем, что вот так каждую передачу в течение недели смотрят от 20 до 100 тысяч граждан. Ну это достаточно хороший показатель. Я думаю, он будет расти, расти и к лету мы может быть выйдем, что многие передачи будут смотреть, там 50, 70, 80, 100, 200 тысяч. Но не это самая главная наша цель сегодня. Самая главная цель донести идею мира, то, что надо остановить войну. И вот я в заключении хочу сказать, нас смотрят и читают в Украине. И я знаю, я вот по телефону, там по вайберу, там по через скайп, общаюсь с этими людьми, которые в Украине. Их много у меня, знакомые, родственники, друзья, просто знакомые. Я знаю, как им тяжело, страшно тяжело. Кто-то из них в разбомбленных городах, которые полностью практически разбили на востоке Украины. Кто-то в Киеве, кто-то в центре, кто-то на западе Украины. Но российские ракеты практически везде летают. И вот для этих людей я хочу, вот в заключение, чтобы они послушали песню. Ну мне кажется, она немножко должна их поддержать. Ну и все, кто поддерживает Украину, пожалуйста, послушайте эту песню. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok